Продолжение следует... Своими детьми в объективе фотографа Эльмиры Замалядиновой. Продолжение следует... Театр работает над спектаклем «Школа для дураков» по роману Саши Соколова. Премьера запланирована на 2 марта. Это небольшой рассказ, даже совсем небольшой. Даже ночные мотыльки на веранде кажутся больше. Детство пройдет, как оранжевый требезжащий трамвай через мост, разбрасывая брызги огня, которых почти не существует. Пахнет травой, очень тепло. Это счастье, но ты не знаешь об этом. Пока не знаешь. Я знаю, ты как и я. Мы никогда не любили школу. Особенно с того дня, когда наш директор ввел тапочную систему. Тапочная система — это такое положение вещей, при котором всякий ученик покупает тапочки и приносит их в школу в специальном мешочке с лямочкой. Бывает, человек уверен, что говорит правду. Не уверен, что исполнит то, что обещает исполнить. Но он говорит неправду и никогда не исполнит, что обещает. Так случается с человеком тогда, когда он пребывает в состоянии страсти. Он весь впереди, как бывает впереди непочатое лето, полное великолепных речных немфей, лето лодок, велосипедов и лето бабочек, коллекцию которых ты, наконец, собрал и отправил в большом ящике из-под заграничных яиц в нашу уважаемую Академию. Судя по всему, повествование наше близится к концу. И время решать, какое заглавие мы поставим на обложке. Дорогой автор, я назвал бы вашу книгу «Школа для дураков». Знаете, есть школа игры на фортпиано, школа игры на бракуде. А у вас пусть будет «Школа для дураков». Тем более, что книга не только про меня или про него, другого, а про всех нас, вместе взятых, учеников и учителей. Не так ли? Весело болтая и пересчитывая карманную мелочь, хлопая друг друга по плечу и насвистывая дурацкие песенки, мы выходим на тысяченогую улицу и чудесным образом превращаемся в прохожих. Еще одна премьера марта – драма деревенской жизни «Дядя Ваня» по пьесе Антона Павловича Чехова. Бананово-лимонном Сингапуре Бананово-лимонном Сингапуре Бананово-лимонном Сингапуре Казахстан Как найти свою пьесу и что приятнее, играть или ставить? Поговорим о театре. Что приятнее, ставиться или играть на сцене? Ну, это все зависит от произведения, на самом деле. Смотря какое произведение. И смотря опять же, какой режиссер. Я обожал, на самом деле, работать с Кацом. Обожал с Аркадем Фридриховичем. Потому что, ну, это такая глыба знаний и мудрости. Со многими режиссерами интересно работать, которые знают, что они хотят. И знают, куда тебя вести и к чему тебя в итоге, в результате, в конечном приводить как артиста. И, опять же, так же замечательно самостоятельно копошиться, разбираться в драматургии. Пытаться понять, постичь, что хотел сказать тот или иной автор. О чем он говорил. Что его терзало. Какие демоны. Что он вдруг взял и решился написать это и излить, так сказать, посильно свою душу на бумаге. Это очень увлекает. Кто тебе первый сказал, что ты талантливый и чьим голосом говорит критик в твоей голове? Первым я не вспомню. Да и не было, как бы, на самом деле... Ну как, это же все равно воспринимается такой некой шутейкой. О, Максим Ильич, это талантливый. Но из маститых режиссеров мне такого никто никогда не говорил. Нет, говорили, но не мне. И в этом году я был очень удивлен, приятно удивлен, на самом деле, когда у меня 29 декабря был день рождения. И меня в соцсетях, в ВК, 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 поздравил Сакаев, Эскандер. Я очень люблю этого человека. Я считаю его безумно талантливым режиссером. Очень нервным, дерзким, знающим себе цену, знающим, что он хочет, как он, как это нужно делать. Он меня поздравил с днем рождения. Как-то он очень интересно выразился. Самый талантливый или с днем рождения один из самых талантливых. Вот у него какое-то емкое и короткое было поздравление. Неожиданное. Но вот там за талант было пару фраз. А критик? Ты про моего собственного? Да, твой собственный критик чьим голосом говорит? Ты же прекрасно знаешь чьим. Прекрасно знаешь. Мы все знают, конечно, Юрия Семеновича. И иногда Людмила Михайловна. Потому что если что-то Юрий Семенович на тот момент сглаживал, то она говорила впрямую. И мне это иногда раздражало, но зачастую потом, в последствии времени, когда приходило осознание, это мне очень нравилось. Как ты понимаешь, что перед тобой твоя пьеса? Очень просто. Если вот здесь и вот здесь что-то начинает происходить, циркулировать, у тебя возникает дикая, непреодолимая жажда поделиться своим восприятием от увиденного или прочитанного. Понимаешь, это как музыка. Вот ты слушаешь, и либо тебе хочется петь, либо плакать, либо танцевать. Что-то у тебя в душе начинает происходить, какие-то будоражащие, понимаешь, всплески эмоциональные. Тебе сразу хочется поделиться. Сразу хочется кому-то ее отправить, эту композицию, понимаешь. Или поговорить о ней. Вот так же и с литературой, так же и с драматургией. Казалось бы, ну, такая избитая вещь. Кто только ее не ставил. О чем только не говорили. И так, и так, и так. И в этой форме, и в этой форме. И великие мастера играли, и те, и другие роли. Думаешь, ну, чего еще можно высосать оттуда? Ну, куда уже все сказано? А нет, зараза. Прям хочется. И хочется говорить о ней в собственном понимании этого. И хочется поделиться этим. И найти собеседников, соучастников в лице коллег, в лице зрителей. Вещь, которая тебя будоражит. Значит, она твоя. Если в тебе ничего не просыпается, и ничего не колокочет, тогда зачем? Как зритель понимает, что перед ним спектакль Максима Копылова? Ну, как мне сказала моя любимая Ирина Леонидовна Янко, почерк Максима Юрьевича понятен. У него очень долгое интро. В начале. Вот поднимается занавес, и ты еще минут 5-10 посидишь и смотришь, пока это все. Создается какая-то определенная атмосфера. Ну, наверное, так. Я просто очень люблю, и мне очень нравится, когда постепенно начинается создаваться атмосфера. Когда тебя начинает затягивать в этот сюжетный круговорот и в эту историю, которая дальше будет разворачиваться на сцене. А для этого, ну, я не сторонник того, что ты поднял занавес и сразу что-то бахнуло. И сразу все начало кипеть и бурлить. Резко и дерзко. Нет, зрителям надо чуть-чуть плавно, плавно. Ведь они же приходят после своих каких-то домашних рабочих дел в театр. Приходят, чтобы получить удовольствие, отдохнуть. Каким твой спектакль не будет никогда? Пошлым. Больше всего я презираю на сцене пошлость и ненавижу ее. Это самое худшее, что может быть на сцене. В чем сильная сторона трупа Ульяновского драмтеатра? В открытости. Открытость к работе. То есть вот это вот первое желание, первая встреча, первый монок. Они не засиделись, поверь мне, не засиделись абсолютно. У них есть вот этот подгонек, есть вот этот азарт, первые встречи, первые прикосновения. Это очень важно и ценно. И вот не потерять это, это прямо тогда дорогого стоит. Но это очень сложно сделать, на самом деле. Потому что все артисты по природе свои весьма ленивые. И я про себя могу тоже это сказать. Это очень сложно себя раскачать на работу. Опять. И заставить себя. Это такой внутренний тяжелый труд. Но когда я раскачиваюсь, тогда что-то получается. Поэтому вот на этот вопрос открытость. В чем твоя уязвимость как режиссера? В самоедстве. Ну, казалось бы, что? Ну, отпусти. Все просто. Ты сделал сцену, сделал спектакль, поставил. Все хорошо. Нет, ты потом начинаешь после выпуска или после сделанной работы, начинаешь сам себя уничтожать внутренне. Нет, это сделал не так. Это можно сделать по-другому. Это можно сделать лучше. Здесь нужно вот это добавить, вот это. Да нет, ну ты уже нарисовал картину. Полотно уже есть. Все, оно вывешено. Ну, расслабься ты, займись чем-нибудь другим. Знаешь, есть такое выражение – лучший враг хорошим. Но вот этого вот я у себя из головы от этого избавиться не могу. Если говорить о классике, чем тебе сегодня близок Чехов и дядя Ваня? Вот именно это произведение Чехова, вот оно в данный момент. Я загорелся от него. Внутренне загорелся. Потому что с первых же строк, ты так читаешь, ёшки-пылорёшки. Так это сейчас происходит. Это сейчас происходит. Понимаешь, взаимоотношения людей и вообще ситуация сама разворачивающаяся. Потому что это же здесь, это сейчас. Вот сейчас это надо ставить. И именно сейчас. Кого бы ты мог сыграть в этой пьесе? Астрова. Без вариантов. Вообще без вариантов. Ну и напоследок скажи, что тебе в театре делает счастливым? Само его существование. Театр, помимо здания, это ещё и коллектив. Это ещё и люди, это ещё и зритель. Это громадный, громадный механизм. Со своими шестерёнками, винтиками и болтиками. И когда ты погружаешься в это, приходишь. Тебя начинает, знаешь, как будто ты в чёрном море. Не знаю. Пришёл он, зашёл. Вот у тебя лето, отпуск. Ты приезжаешь на чёрное море, всё. Ладно. Заходишь, положишься, тебя начинает плескать. Вот это вот. Можно сравнить театр именно вот с таким чувством. Так же ты заходишь, дверь открываешь. Тебя начинает увлекать всё это, понимаешь. Кто-то прибегает в гримёрку там со своими проблемами. Ой, ты знаешь. Такое было, такое было. Начинает. Такая увлекательная история. Потом дёргает другой, третий. Потом ты начинаешь сам что-то рассказывать. Потом звенит звонок внутренний на репетицию. И ты уходишь туда, а там тебе режиссёр начинает что-то рассказывать. Или ты начинаешь что-то кому-то рассказывать. Потом обед какой-то, быстро перекусил что-то. Потом репетиция перед вечерним спектаклем. Вечером спектакль, который либо ты контролируешь или смотришь его, либо ты в нём участвуешь. Это грим, это другие люди, которые приходят, начинают приносят тебе костюмы или начинают помогать тебе загримироваться. У них свои истории, своя жизнь. Тебя увлекает в эту жизнь. Ну, оп-оп, 10 вечера. Был такой советский гениальный мультик. Там песенка была по дороге с облаками. Там тигрёнок шёл с обезьянкой. И вот они шли, собирали друзей, понимаешь. Потом, о, вечер, пора возвращаться домой. И они, два хвора обратно идут. Все расходятся, не прощаются и по домам. Вот это вот можно сравнить с этим. Шикарный мультик. В завершении выпуска мы приглашаем вас на чай в Татьянин день. Начнём с приятного. Идеальное утро выходного дня. Как, где проходят? Ой, выходной день – это мечта. Поваляться в кровать. Никуда не выходить. Книжки, кино, тёмные шторы. Но это мой выходной день. Есть у вас какие-то рабочие пространства в доме, куда вы разберетесь, чтобы настроиться и работать? У меня вот. Я люблю здесь. Я ставлю себе лампу. Всех выгоняю из кухни и работаю здесь. Ну, кота, конечно, не выгонишь. Он всё время ложится на мои какие-то пьесы и вот так вот лежит и смотрит на меня. Что я делаю? Вот. Ну, Варвара, конечно, в своей комнате всегда. У неё там всё. А папа у нас сбегает из дома, если ему надо поработать. Говорит, я с вами здесь работать не могу. У меня здесь интернет, у меня здесь кино, у меня здесь лишние уши, лишние голоса. И убегать куда-нибудь. Много отвлекающих фактов. Да, да, да. Какие домашние обязанности самые любимые? Максим Юрьевич, начните вот. Он, кстати, очень вкусно готовит. Редко, но очень вкусно. Это если по настроению так что-то. Даже печёт. Ну, это очень редко. Ну, мясо запечённое, пельмени. Да, да, да. Этот шарлотка. Нет, клепкой, да, да, где-то так, да. Что-то ещё делал в последний раз. Да. Сырный суп у него очень вкусный. Правда, давно не готовил его. Есть у вашей семьи какие-то традиции и какие-то привычки? Раньше у нас была такая традиция. Ну, пока мы ещё были молоды, свежи и зелены. Мы 31-го очень скромно сидели, отмечали, побыстрее ложились спать. А 1-го января мы шли на шашлыки. Вот всей нашей театральной ордой. А привычки? Ну, вот у супруги, у моей, есть дурацкая привычка вещи перекладывать. А? Мои. Положил ты там какую-нибудь книжку, пьесу, ещё что-то. Вот ей не нравится, как это лежит. А вот для тебя она на своём месте. Вот ты запомнил, где-то здесь у себя на жёстком диске записал. Я веду, я и убираю, как мне надо. Потом она тебе понадобилась? Ты как дурак, бегаешь по всей квартире. Где? Где? Ну, вот здесь же лежала, ну я же оставлял. А самое ужасное, что я иногда сама не могу спорить, куда я это переложу. Таня, где? Посмотри вон там. Ты как дурак ещё там начинаешь смотреть. А помогают ли родители какими-то приёмами, секретами, когда тебе нужно справиться с какой-то задачей учебной? Ну, стихи я учила с мамой постоянно. Были такие два момента, когда, во-первых, стихи мы всегда учили, зазубривали. Интонацию она просто не слышала. Я пыталась ей, ну, естественно, с актёрской точки зрения, научить её читать с определённой интонацией. Она этого не запоминала. На слух вообще всегда тяжело учить. По-моему, в третьем классе мы с тобой пробовали такой. Мы стали каждую строчку учить действиями. То есть я жестикулировала, ей что-то показывала. Она тут же, у неё ассоциация, она тут же вспоминала строчку. Был такой момент, когда это был, по-моему, второй класс. Если я не ошибаюсь, мы должны были сдать проект. Мучили родителей такими домашними заданиями. Мы его сделали, но никак запомнить не могли. И её учитель предложил, значит, такой ход. У нас, говорит, день дружбы, год дружбы, уж там я не помню, что было. И в библиотеке на Крымова был какой-то там чтецкий вечер. Вот пусть Варвара прочитает стихотворение про дружбу. И я ей зачту это как вот проект. Мы выучили стихотворение, я связала ей пальчиковых кукол. И она вот с этими пальчиковыми куклами. Её вот так вот просто мандражировало, она очень нервничала. В итоге она вышла, она рассказала четыре строчки. И потом просто вот у ребёнка белый лист, и вот такая вот трясня. Я её забрала, говорю, всё, достаточно на сегодня. Я говорю, мы пошли. А был такой момент, когда, это что касается волнения на публике. И потом ещё грамоту дали за это, то, что я выступила. Да, ну как выступила. А был такой момент, когда был 8 марта, и у меня был какой-то спектакль. Я уже сейчас даже не помню какой. И Максим пришёл с Варварой на спектакль и дал ей... Одуванчики. Одуванчики были? Да, одуванчики. И Максим дал ей цветы, говорит, выйди, говорит, маму поздравь, подари ей цветы на сцену. Она совсем маленькая ещё была, и она вышла на сцену. Она так испугалась, она вцепилась в неё вот так вот в ногу. Мне на поклон, она у меня висит. Я говорю, иди за кулисы, иди, я сейчас приду, иди. А она вот в бедро мне вцепилась и не отпускала меня. Вот так я с ней на поклон и ходила туда-сюда. И она до сих пор это помнит. Она так жутко переволновала нас и перенервничала. И вообще, говорит, я больше никогда этого делать не буду. Максим, расскажи, кто тебя поздравлял в этом годовом прождении? Много интересных людей, разных людей. Поздравила меня наша, наш директор Антарь Александр Никонорова. Поздравила наш министр культуры Евгения Евгеньевна Сидорова. Было очень приятно. Я был очень удивлён, когда Ларина Лидии Геннадьевны меня поздравила. Я так, ух ты, настолько не общались. И вдруг, прям, администрация филармонии, администрация Минцентра, наша администрация, коллеги, друзья, вообще люди, с которыми я никогда не общался. Ну вот, они вдруг решили сделать такой приятный жест. Количество поклонниц прирастает с возрастом? Кто же их считает? Они все молодеют и молодеют. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Потому что если брать период, допустим, вот, за основу такую взять, допустим, тот же ВК, социальную сеть, то количество друзей лет, там, 10-12 назад было гораздо на порядок меньше, чем сейчас. Варвара, даже подружка есть, которая ходит на папу нашего смотреть. Причем самое интересное, что это как-то странно происходит. Они, там нет смс, там вот постучались друзья, все, добавьте в друзья, добавьте в друзья, добавьте в друзья. Ну, я добавляю, 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 добавляю. Я этих, как бы, людей даже не видел, мы не общались. Но вот, опять же, это, безусловно, очень приятно. Если сходить из этого расчета, то да, с возрастом прибавляется. Как ты относишься к инициативным поклонникам, которые встречаются, требуют бенефис, требуют новых ролей? Как это вообще? Я максимально позитивно. Ну, во-первых, это не должно быть какой-то, конечно, навязчивой идеей. В первую очередь, у них. Потому что, ну, это не должно, как бы, переходить к грани разумного. Что это какая-то, возникает какая-то маниакальность в этом. Потому что потом, впоследствии этой маниакальности и отказа, человек начинает впадать в депрессию, потом у него становится проблема со здоровьем. Ну, зачем, кому это нужно? Это, назовем это такое взаимовыгодное сотрудничество. Вам приятно, мне приятно, вам спасибо, вам спасибо. Вот на этом уровне. Конечно, приятно. Ты ощущаешь саркалития как рубеж? И что изменилось? Да. Во-первых, добавилось ощущение возраста. Ну, такая, как бы, такая легкая, что называется, легкая депрессия. Потому что, может быть, какой-то определенный период жизни, он закончился, и ты начинаешь так соображать и в голове, что ты сделал правильно, что ты сделал неправильно, что ты вообще и не сделал. Что ты хотел сделать, у тебя и пытался, но у тебя не получилось. Какое-то переформатирование такое жесткого тиска. Ты начинаешь так неким самоедством заниматься, и это начинает в какой-то мере тебя угнетать. Потом ты как-то начинаешь от этого ползать, чувствуешь, что тебе нужно, у тебя все еще впереди, заниматься таким аутотренингом каждый день. Все нормально, все хорошо, мы бодры, свежи и веселы. Но понимание того, что ты мог сделать тогда, и сейчас уже не можешь сделать, это, безусловно, оно есть. Просто его нужно принять. Потому что жизнь такая штука, она и отбирает, но при этом всем и дает что-то. То есть есть какой-то такой баланс. Кот у вас какую должность себе занимает? Самый любимый сын. Да. Мы для него живем, а не он для нас. Он в доме хозяин. Да. Ну, он себя так позиционирует, по крайней мере. Кот помогает вам по дому? По дому? Мне особенно по дому помогает. Он обожает ходить. Когда я полы мою, он по мокрому полу любит ходить и оставляет лапы. Он любит на столе, стоять лежать больше всего. Он любит на столе, особенно если ты кушаешь, это вот постоянно вот это вот лапой. Поделись со мной. Если Максим Юрьевич заходит в кухню, все, со стола он просто вот, моментально его нет. Если я на кухне, он может лежать и так на меня на глаз смотреть. Ну и что, попробуй меня выгнать. А меня он просто готов сожрать. Да, Варюшка у нас вообще по квартире бегает. Мама, убери кота! Он у меня любит вот здесь лежать. Он очень избирательный. Извиняю. Кого-то принимает из гостей, кого-то не принимает. Есть у нас один товарищ, который к нам приходит в гости, он на него просто шипит и кидается. Он его вообще никак не воспринимает. Два товарища? Нет, только один. Он говорит, что у меня же тоже кошка дома, поэтому он так реагирует. Я говорю, ну к нам другие люди приходят, у которых есть кошки. Ничего. Вот, поэтому он нас охраняет. Он нас встречает всегда с работой. То есть вот стоит дверь в тамбр открывать, он уже чувствует, что это мы. Он уже в прихожую бежит и сидит, ждет, целуется с нами, когда мы приходим. Он у нас, мы его называем Белкой, потому что иногда он себя так ведет, очень странно, не как кот совершенно. А ты в голову бегай. Поделитесь рецептом своего семейного счастья. А у нас нет больше никого. Вот мы в этом городе втроем. Мы друг на друга рассчитываем, мы друг на друга полагаемся, мы друг о друге заботимся. Мои родители далеко, у Максима уже, к сожалению, нет родителей. Поэтому, ну а как может быть по-другому, если мы три человека в одном большом городе? Мы все, что есть друг у дружки. Вот наше счастье. Осознание, что ты не одинок, что ты понимаешь, что помимо работ и каких-то обязанностей, еще каких-то дел, каких-то своих тараканов, есть, я не помню, кто сказал. Такое выражение, что человек рождается одиноким и умирает одиноким. Вот жизнь у него не должна от первого момента до последнего, от пункта А до пункта Б, вот этот вот кусок, он не должен проходить в одиночестве, человек не должен быть одиноким. Вот семья – это самое главное, это отсутствие вот этого одиночества. Люди, которые тебя понимают, тебя поддерживают, всегда будут с тобой. С вами был проект «Театр» и его ведущий Максим Копылов. До встречи в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова